Профсоюзы Липецкой области решили делать свое телевидение. Новый проект активисты показали руководителю региона и попросили поддержки, чтобы готовый продукт можно было размещать на местных каналах. Олег Королев заверил, с эфирным временем проблем не будет. Активисты поспешили взять интервью у высокого гостя. Какое ваше жизненное кредо как человека глубокой философии? Всегда надо знать ответ на один главный вопрос. А ради чего живет человек? Человек живет ради памяти о себе. Плохой или хороший решать ему самому. Олега Королева активисты профсоюзного движения спрашивали о том, что волнует молодежь. Студентка Липецкого техникума, сервиса и дизайна поинтересовалась, как обстоит в регионе вопрос трудоустройства. Берем конкретно Липецкую область. У нас сегодня безработица, ну по официальным данным, нулевая. То поколение, к которому вы принадлежите, вы обладаете одной особенностью. Каждый из вас на разрыв, на вес золота, каждый из вас обречен на счастье. Не менее важный вопрос – оплата труда. В регионе заметно выросла зарплата учителей и врачей. Молодежь интересовали медсестры, санитарки и лифтеры. По федеральному закону предусматривается повышение вот этим малооплачиваемым категориям работающих с 1 января 2015 года на 5%. А Липецкая область идет на полгода раньше, не на 5, а на 6. Для этого надо 108 миллионов рублей. Ну не отнимаем ни у кого, а просто за счет хорошей работы. Председатель молодежного парламента Липецка Евгения Михайлова недавно вернулась из Крыма, с Всероссийского молодежного форума «Таврида». Руководителю региона она привезла в подарок тельняшку. Которая символизирует то, что Крым наш. В этот же день Олега Королева ждали в Задонске. Один из самых больных вопросов для жителей города – поток фур. Так большегрузы объезжают платный участок трассы М4 Дон. Скоро этой проблемы не будет. Президент дал получение найти решение, потому что идет не недопонимание, а злоба со всей этой красной вместо решенности вопросов породили злобу. Ждите решения. Жители Задонского района спрашивали о школах, детских садах. Проблема с местами в дошкольных учреждениях успешно решается во всем регионе. А к концу 2015 года о ней вообще можно будет забыть. На высоком уровне в Липецкой области образование, медицина, успешно работает экономика. Программа специально-экономического развития и области, поддерживающая 5 лет. Вопрос строительства Дома культуры в селе Ивановской уже обозначен. Но, как мы знаем, что жители нас интересуются. Но, как шоу это будет? В худшем случае до конца 2015 года сделаем. А в лучшем начнем уже не затягивая, просто посижу сам, посмотрю на проект, понимать. По словам руководителя региона, в ближайшие три года у Домов культуры и библиотек начнется новая жизнь. Их все приведут в порядок. А вместе с этим вырастет и зарплата тех, кто там работает. Алексей Поляков, Ольга Бугакова, Андрей Зубков. Липецкое время. Задонский район.